Всем привет, девчонки! Сегодня мы будем с вами делать макияж новинками с файлберса. Ну, точнее, как не новинками с файлберса, для меня это новинки. Вот, я заказала бюджетные продукты с файлберса, буду их тестить вместе с вами и одновременно делать макияж. Единственное, что я не заказала, я не заказала тональник, я не заказала праймер. Хайлайтер, помаду, все остальное у меня есть. Я буду часть брать своих продуктов, которые у меня уже есть, часть буду использовать те, которые я заказала. Вначале я сейчас нанесу тон, немножко затонирую лицо. Тональник у меня коллаген 13-й. У меня единственное, что очень маленькое зеркало, поэтому не совсем неудобно будет краситься. Моё зеркало, девчонки, раз, бомбили. Поэтому, в общем, не будем затягивать. Уход я нанесла, праймер нанесла. Сейчас нанесу тон и продолжим. Ну что, тон я нанесла. Мурзик, подожди. Сейчас я хочу попробовать вот такой вот консилер. Консилер, консилер, корректор фирмы Shinewell. Сейчас я его открою. Я ничего специально не делала, что сделала все вместе с вами. Вот такой вот консилер. Это оттеночек 0,1. Я больше скажу, я покупала их два. Тоже это 0,1 оттеночек. Это фейслайн. То же самое. Это кремовый консилер Вельвет Эффект. А это у нас просто написано кремовый корректор. Ну, я посмотрю по плотности. Вот этот я попробую нанести под глаза. А этим я попробую замаскировать что-нибудь. Ну, не особо маскировать нечем. Ну, в общем. Или давайте сделаем как. Мы этот нанесем на правый глазик, а этот нанесем на левый глазик. И посмотрим, какой фирм будет у меня двоих. А, тут очень плотно закрыто все. Все так запаяно. Очень приятно. Так. Здесь такая вот пимпочка для точечного нанесения. Ну, давайте пробовать. Ой, что я делала? Мы же хотели один консилер на один глаз, другой на другой. Ладно, сейчас мы немножко... Давайте мы разотрем вот этот консилер. Давайте попробуем просто тихонечко убрать. Так, ну, разница заметна. Все перекрыто. Консилер мягкий, приятный, увлажняющий, не сушит. Ну, не знаю, как он будет скатываться, не скатываться. Подождем немножко. В целом, мне очень нравится эта линза. Прошу прощения. Так. Берем эти всякие бумажки. Берем второй консилер. Тоже-тоже все запаяно, все закрыто. Очень приятный очко. Он, по-моему, чуть светлее, чем вот этот. Вот этот, наверное, такой более желтый, потом здесь более розовый. Здесь вот такая кисточка. Да, он определенно розовее. И, возможно, вот этот корректор, который кремовый корректор, не консилер, именно корректор, мне подойдет больше. Ну, сейчас растушуем. Так. Если честно, он менее плотный. Его надо чуть больше. Если вы захотите что-то перекрыть, поэтому я его сейчас добавлю. То у меня сильно виден синячок. Так. Он более увлажненный, более мягкий, нежели чем вот этот консилер. То бишь на каждый день, наверное, лучше использовать корректор. Не консилер. Так. Вот. Теперь уже более-менее одинаково. Подкладками все убран. Мягкий. Тоже приятный, увлажняющий. Видим, что наслаивается. Поэтому, в целом, если вы хотите сделать, допустим, какой-нибудь вечерний макияж, я советую вот этот консилер. Потому что он более плотный. И, возможно, им будет удобнее прикрывать какие-то покраснения. Ну, у меня, наверное, случилось, слава богу, чистое все закончилось. Поэтому, вот, использовать лучше вот этот более плотный консилер. Тоже, кстати, это написано консилер кремовый. А это вот идет корректор кремовый. Но корректор, хотя по идее должно быть наоборот, консилер более легкий, корректор более плотный. Но тут получилось наоборот. Вот этот на каждый день советую использовать. Недорогие, бюджетные. Я не помню ценник, честно. Я вставлю все фотографии ценников под описание. Ссылочки коня, и ссылочки, и фотки. Все как и. Ну, вот, поэтому в целом они работают одинаково. Скатывания я не вижу. Ну, я не вижу, чтобы что-то скаталось. Куда бы там забили. Поэтому, в целом, мне безумно нравится. Так, следующее, следующее. Наверное, надо немножко припудрить лицо. Я всегда слегка припудриваю тональник. Для чего? Потому что, чтобы плотно лучше сидело. Я беру совсем чуть-чуть немножко пудры. Пудры сейчас покажу. И вот так вот легонечко-легонечко немножко припудриваю. Делаю еще для того, чтобы сухие корректоры ложились лучше. Потому что у меня почему-то на лице на пудру корректор ложится лучше. Он более пигментированный. Бронзатор, корректор, хайлайтер. Все у меня. И лучше держится. Почему? У меня такая особенность кожи пудру. Я использую от Reloie Pro HD пудр. Фотошоп эффект однозначно. Вот вы сами видите, насколько лицо прям гладенькое, классненько, ровненько. Все. Так, давайте дальше. Давайте начнем брови подать, потому что мне попался вот такой вот тоже от Shinewell карандашик. Бровь пенсил энд бровь браш. Автоматический карандаш и щеточка для придания формы. Я еще ничего не открывала в оттенке 0,4. Я все это делаю вместе с вами. Мне очень интересно. Коробочка пустая. Вот так вот он выглядит. С какой стороны что? Здесь щеточка довольно интересная, неплохая. Здесь автоматический карандаш. Вот такой вот он, треугольненький. Ну, тоненькие линии. Молоски можно прорисовать. Но и мне кажется будет очень классное заполнение. Потому что он такой широкий. Давайте немножко мы прочешем брови. кисточка. Брови у меня окрашены. Но уже на раз в неделю. Поэтому мы сможем увидеть. Так. Кстати, да, щеточка не очень, не знаю, я не понимаю от этих щеточек всех для бровей. Я еще покупала две кисти. Тоже фирмы Shine. Я не знаю, почему-то меня так пробило на эту фирму. Давайте попробуем еще вот это. Это, кстати, тоже для бровей кисть. Больше, наверное, для помадок или какой-нибудь тушеванной стрелки, для растушевания стрелки. И кисточка тоже для бровей. Кстати, кисточки довольно хорошего качества. Не скажу, что там плохие. Очень, очень тоненькая вот эта кисточка. Ей будет очень удобно рисовать стрелочку. Что тенями, что, допустим, жидкой подводкой. Ой, не жидкой, гелевой. Так. Ну что, теперь берем карандашик и пробуем заполнять. А он очень пигментированный и немножко цвета не подходит, он рожит. Хотя на камере такого не видно, но в жизни вот я вижу, что немножко цвет мне рожит. Может быть, просто мне непривычно, но форму им удобно прорисовывать. Можно сделать острый кончик. Классно заполняет. Я уже отсюда верю. Главное, не переборщить час на начале бровей. Ай! Вот что значит первый раз рисую таким карандашом. Не очень удобно, не очень привычно. Так. Сейчас прочешем. Главное, не забывать закручивать, чтобы не проломать этот карандаш. кстати, вычесывается очень даже вот этой родной кисточкой вот этой вот вычесывается очень даже хорошо. Бровь. Я сейчас чуть-чуть почищу ее консейлером. Ну, то есть разница очевидна, но, блин, по мне все равно цвет чуть-чуть рожит. Чуть-чуть рожит. Да, ну, давайте второй. в целом, брови мне нравятся. Мне нравится, что можно прорисовать тонкий кончик. Возможно, мне просто нужно привыкнуть к такой форме и, возможно, взять более другой оттенок, более посерей, потому что он для меня немножко рыжеват. Сейчас я зафиксирую брови гелем. Гель не стала покупать, потому что все основные, которые там бюджетные, популярные, такие классные у меня есть. Это Artvisage и был Yvien Sabo, но Sabo мне как-то в одно время разомравился, поэтому перешла на этот Artvisage. У меня их очень много, поэтому я не стала заказывать. Сейчас я их уложу, чтобы они были более такие натуральненькие, мягенькие. Вот. Я раньше делала очень тонкие брови, потом, когда мне стали брови свои отрастать, поэтому этому очень сильно масло, мне стали мне становиться такие вот пушистые, красивые брови, оформленные. Сейчас мы чуть-чуть, чуть-чуть я оформляю их еще консилером, вот, и вернусь, но уже, чтобы было видео не такое раздутое. Так, ну что, по-моему, не особо сильно изменилось, мне особо ничего не сделало, немножко так под уравняло длину. Так, теперь давайте накрасим глазки. У меня отдельно лежат кисточки. Буду я использовать вот такую палеточку от Виктории Шай. Она у меня уже была довольно давно, она уже такая полуоконченная. не буду делать сильно какой-то заумный макияж. Почему? Потому что я на лаберисе приобрела вот такие вот тенюшки от фирмы Mio OMG, то есть Oh My God EO Shadom цвет граффити по-моему 32 номер. Сейчас покажу поближе. мне безумно понравился цвет, я покупала два, вот такая вот однушечка красивый бирюзовый. Яркий, кстати, посмотрим, как будет на глазках смотреться. Я сделаю как? Я сделаю внутренний, внешний уголок немножко затонирую коричневым, и я в центр положу как раз-таки вот этот бирюзовый оттеночек. пушистая кисточка. Тени чуть-чуть в Викторию Шепеля, но это не критично. Сейчас я оформлю складочку. кстати, на консилер, которым я прошла себе вот этими шайноволосками, ложится очень даже ничего. Тени не сильно осыпаются, потому что вот я смотрю вблизи, поэтому очень даже. Плюс тем же неоднократно падали. Берем темный, потеняю уголок, делаю параллельно на двух глазах для того, чтобы было более-менее асимметрично. Более асимметрично. Так. Что мне нравится, тени в меру пигментированы, их легко наслайдят. то есть ими ты с первого раза не переборщишь и в то же время ты можешь делать любую темноту, которую ты хочешь. И этот же темный на внутренний уголок в самые кончики потом высветлю хайлайтер. Ну, либо возьму светлые тени с этой палетки. подумай, Так. Чуть-чуть усилю. Так. Ну вот. Немножко мы сделали такую как подложку. Теперь я возьму попробуем кистью. Для начала плоскую кисть. Берем. Тени очень-очень шелковисты. Очень приятно. И, ну, судя по кисточке, очень-очень пигментируем. Посмотрим, как они будут переноситься. Тени сыпятся. пигментируем. Нет, кистью их наносить очень сложно, потому что они очень сильно отцепляются. Но при этом делают хорошее сильное пигментируем, надо будет использовать тональный. Не тональный, а консилие, чтобы это все убрать. Сейчас будем наносить пальчиком. пальчиком наносится очень даже. блин, смотрятся тени классно на глазках. Сейчас мы это все будем подчищать. Я возьму вот такую кисточку более плотную, более скошенную. Тенки подчищаем. растушевую границу. Я возьму средний оттеночек еще раз проверю полукваль. тени скатываются возможно нужна подложка либо кремовая подложка из теней либо база потому что они скатываются и сыпаются кистью их не нанесешь потому что они очень сильно сыпятся. если только вот такими похлопывающими движениями все это классно. Ну блин тени разочаровались если честно. У меня еще есть вот такая кисть здесь я так понимаю одна сторона для лука а вторая просто такая прямая скошенная как раз таки она мне понравилась для того чтобы пройтись по нижнему веку вот я сейчас возьму темный оттеночек с этой кисти очень удобно для прорисовки нижнего века правда очень удобно так ну и тенями посерединке так которая нужна тушевка так ну в общем вот как-то так в общем баночки тени классные при нанесении так себе попробуем потом нанести на базу посмотрим как будет база сейчас я использую консилер немножко почищу возьму вот этот более плотный точечный потому что очень сильно пылят безумно сильно пылят поэтому надо как-то подправить поднавести порядок так теперь подкладки ребят я последнее время очень сильно начала рисовать подук мне безумно понравилась эта подводка которую я покупала от белор десинг называется она профессионал флексинг браш очень классная подводка очень мягкий кончик круто рисует вот такая вот она фломастер очень тонкий кончик рисует любую толщину хорошо пигментированно и мне довольно просто нарисовать стрелочку с учетом того что я в принципе не умею рисовать стрелки факт в том что я не очень умею рисовать стрелки вот и этой подводкой сделать это довольно таки легко главное не болтать теперь надо попробовать это же повторить на втором глазике давайте как я нарисую потом вернусь так ну что вроде стрелочки одинаковые анетка моя проснулась вроде одинаково теперь очень интересная штука я не знаю куда еще подводку я купила я купила себе белую подводку эди зайчиков смогу пробовать с вами куда-нибудь тут притулить что-нибудь нарисовать я кстати не так давно научилась рисовать стрелки даже научилась поделать хотя бы более-менее симметричными одинаковыми господи они крутили заклеили так ужас как будто я не знаю подводки кстати вот очень дешевая одна по-моему рублей 130 вторая около 200 причем белая по-моему дороже вот такая она так ну что давайте пробовать нарисовать сверху наверное или нет лучше снизу стрелочку так ну блин подводка рисует классно давайте по последствии пройдем немножко расширим глазик для слизистой кстати жестковато мне кажется так пробуем на втором глазике нарисовать что-то аналогично жопа но я ее в фрикер жопа в целом прикольная подводка рисует можно попробовать даже вот сейчас нарисуем кулинии сегодня экспериментю давайте тут нарисуем я не знаю чем это дело в общем неплохая подводка но рисовать ей надо само по себе не почему то то есть не по теням а просто по коже ну жидковато жидковато можно было сделать чуть гуще тогда цвет был плотнее вот я конечно такую грязь бы наваяли точнее как я наваяла по-моему это бред но ладно мы экспериментируем пробуем сейчас я подчищу консилеры тут чуть-чуть неровненько это куда так никуда просто экспериментирую дочь аня пришла кстати кисточка реально очень классная ее очень легко можно подправить подобрать а где кнопка другой свет аня мне не нужен другой свет дочь а где кнопка другой свет нажимать потом покажу а потом покажу доченькам где так на чем мы остановились немножко анютка отвлекала что у меня еще есть что еще покупала так покупала я еще тушь эвелайн косметикс волюм микс вот такая она единственное что мне не понравилось но я тоже забрала то что здесь не было никакой ни запайки ничем она была не заклеена поэтому мы сейчас попробуем у нее вот такая вот кисточка попробуем посмотрим должна быть объемная начнем с маленькой стороны зигзага образные движения будем наносить а потом уже будем прочесывать ну тушь довольно устанет анечка встань с пол пожалуйста в целом тушь неплохая но варьет мне нравится гораздо больше чем у ульюм она очень хорошо разделяет тушь но такого прям объема чтобы утолщало реснички я не вижу поэтому я немножко расстроена эта тушь очень популярна ее все рекламируют что она такая вау вау супер эффект но варьет мне нравится гораздо больше там кисточка другая вот взять бы вот эту кисточку и тушь варьет и будет наверное вообще просто феноменальное сочетание хотя с другой стороны на каждый день вот такая вот мягкая тушь потому что она очень деликатно ложится на реснички мальчик что аня подписчикам покажет как я упала сейчас покажешь поэтому да аня у нас в садике упала получила травму да мне зеленкой помазали пока мама до крыши утресницы да зеленка зеленка да мам смотри красненькая да ничего страшного заживет опять в целом в целом неплох аня берем в целом неплохая тушь но не под подводку подводку она очень седается она незаметна вот вблизи видны реснички они разделены да ну объемы прям как такового прям заявленного и рекламирования я не могу я сейчас попробую еще один слой нанести может быть ее надо наслаивать тогда да ну нет все равно нет вот она она будет хороша на каждый день как самостоятельный продукт на какой-нибудь мономакияж где нужно будет сделать акцент на реснички но не в подводке однозначно макияж немножко грязный получен за счет этих вот синебирюзовых теней поэтому не знаю так у меня еще множество карандашей для губ я начну с первых моих любимых тфк косметик оттеночек 190 причем я покупала два оттеночка 190 для того чтобы у меня был запас ихний вот они такие классненькие запаянные я открою один потому что у меня мой тут карандаш уже закончился практически он на один раз вот тушь была не закрыта а все остальное да тушь закрыта так как будто я не знаю я кстати поначалу переживала что-нибудь разного оттенка но нет вроде одинаковые вот такой вот карандаш у него такой коричнево-розовый оттенок но он кстати жестковат чем мы первый может ему просто нужно немножко подрисовать его карандаш определенно жестче от прошлого того что у меня карандаш тушь да дочь это не тушь у меня карандаш нет тушь вот такой бутон и с этим карандашом помада мою я использую помада я использую помаду от мобиль в 927 оттенке она такая розовенькая я добавляю ее на середину помада накрасится и получится такой эффект амбре можно помаду накраситься можно вот а сколько она стоит не знаю я вообще не помню вот так такие карандашки второй не буду открывать он точно такой еще есть у меня тоже это сможет только уже другой автоматически в зеркало иди посмотри красота как ты красишься да но тут собственно и цена говорит сама за себя как можно подклеить это не особо проблема у меня оттеночек 107 и 113 если я не ошибаюсь надо было наверное все-таки все вскрыть потом уже к вам выходить он вот такой вот розовый давайте посмотрим на мягкость и на цвет прикольный розовый он мягкий удобный по крайней мере на коре руки он такой пигментированный его наносить я не буду потому что пока нет потому что у меня есть помада розовая которая под него подойдет там проснулась еще одна моя дамочка и второй такой же 113 оттенок что я справилась с этой штучкой вот такой вот он он красный хотя в тюрбике он не похож на красный он такой у меня как раз есть красная помада под него поэтому 113 оттенок здесь он выглядит таким розовым красным красным и красным и красным очень интересным еще одна штучка что они еще забыла показать еще заказала себе вот такой вот бронзер от люксов тоже многие хвалили ну его говорит он бронзер но его лучше использовать как скульптор потому что цвет у него такой довольно холодный ну вот он ну не знаю как бронзер или не как бронзер давайте пробуем нанести я беру пушистую кисть пылит опять пылит кто душик не повесил кстати очень деликатный очень деликатный переходит тушуется хорошо правда ли такое освежающее лицо живое стало ну с учетом того что у меня в принципе не было ничего на лице единственное что неудобная крышечка коробочка будет наверное разваливаться вот посмотрите довольно такой деликатный классный давайте теперь немножко попробуем скорректировать этим же носик для носа он рыжеват по моему для коллекса носа он рыжеват на носу я его потом подделаю другим скульптором который более серый скульптором потому что он немножко рыжет на носу у меня еще горбинка переломан был нос поэтому довольно сложно корректировать нос и не делать его еще толще чем он есть на самом деле хотя я не скажу что у него прям толстый нос вот но все же я еще наверное так я возьму скульптор свой который мне безумно нравится от стеллари он такой более серый вот если сравнить вот этот скульптор от стеллари вот это бронзер и пройдусь еще чуть-чуть скульптором возьму тоже кисть вот теперь уже более более что-то похожее на правду потому что так также пройдусь по носу так это же кисточка я уже запутала себя хрену хренула я хренула я сильно да чуть-чуть нос надо было сейчас я хренула я отвлеклась на сериальчик поэтому получилось так что я чуть-чуть что я чуть-чуть отвлеклась так возьмем хайлайтер вот этот мне он кстати вот это это палетка это палетка очень деликатно в том плане что она очень мягкая и при нанесении и при пигментации поэтому такая довольно интересная нежная добавим чуть-чуть на внутренний угол глаз на хвост в принципе этот палетка мне тоже нравится но вот этот бронзатор на лето он будет классом классно использоваться но именно как бронзер не как скульптор хотя его рекомендовали как скульптор использовать но я этого не могу сказать что он классный как скульптор пока не мере на моем лице он именно как бронзер несмотря на то что я очень белая я сейчас немножко все профиниш пудрой чтобы это все держалось немножко возможно где-то приглушить потому что пудра реально фотошопит классно причем фотошопит я не делала бейкинга несмотря на то что довольно пылят тени консилер классный почистил нету ничего такого осыпучего вот в принципе все так ну давайте быстренько подведем итог тени двойка если даже не хуже скульптор 4 с плюсом почти пятерка чисто мое мнение потому что мне он точнее как бронзатор пудра бронзатор ну то есть не мое наверное просто возможно я попробую когда подзагорю и будет классно но пока 4 с плюсом большой плюсом кисти пятерка однозначно тушь ну давайте поставим 5 потому что в принципе реснички смотрится классно но не под подводку потому что подводку она теряется надо более такой черную более удлиняющую карандаши по мягкости пятерка по носибленности пока не знаю попробую в будущих видео расскажу вот эти карандаши однозначно пятерка не в первый раз но прошлая партия была помягче возможно просто ему надо полежать он просто с улицы заподмерз поэтому как бы но в целом пятерка с огромным плюсом белорусская подводка однозначно пять с плюсом тот человек который в принципе не умеет особо рисовать подводки не рисовал такое белая подводка три с плюсом три с плюсом четыре с минусом как-то так поставлю потому что она не совсем пигментированная она очень странно рисует но при этом она быстро сохнет она не мажется ей можно что-то подчеркнуть консилеры корректор точнее как корректор консилер по пятерке однозначно потому что очень классно все перекрыто нигде ничего блин я реально зачетная и карандашик кстати карандашик для бровей тоже пятерочку поставлю потому что брови классные легко их нарисовать вот в целом поэтому мне в принципе нравится все кроме макияжа глаз кроме белой подводки поэтому наверное я сейчас немножко подуберу подводку сделаю более однотонный макияж глаз и пойду по своим делам дальше потому что вот так вот все что ниже глаз мне безумно нравится мне нравится как прошел брензатор несмотря на то что он мне не пошел как скульптор он выступил вместо румяшек у меня он смешался с моим естественным оттенком кожи с моим скульптором получились такие как полукоричневые румяшки у меня нос очень хорошо скульптурированный в первый раз такой более тоненький носик вот поэтому в целом мне нравится единственное что я тогда сейчас все подотру и немножко отредактировал так что надеюсь вам было тоже интересно и полезно подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх колокольчик чтобы не пропустить и я помню что я как обещала делать яркий макияж наверное в ближайшее время я его сделаю чтобы не пропустить если вы хотите быть чтобы не пропустить